Сам котик веселый уже, да? На самом деле это одна из ключевых черт профессиональных звукорежиссеров, саунд-дизайнеров. Проблем с продакшеном по звуку у вас также не будет. Как это происходит? Тук-тук-тук-тук-тук. Мяу. Давайте вместе теперь послушаем. Львиная доля контента, который производится на рынок рекламный, это моушн-графика, анимация, персонажная анимация. И наша задача, как саунд-дизайнеров, как звукорежиссеров и композиторов, закрывать продакшен и производство по звуку. В этом ролике я бы хотел показать очередной проект изнутри, как делался звук. У таких проектов есть своя особенность, свои нюансы в работе в продакшене, как и в прорисовке определенной стилистики анимации. То же касается и звука, стилистика и общий концепт звукового оформления, саунд-дизайна должен присутствовать. Как мы этого добиваемся, саунд-дизайнеры, я рассказываю на своем канале. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Также на моей обучающей платформе скоро появится отдельное направление звук для анимации. Но все-таки, чтобы было понимание, какие особенности есть в работе над подобным проектом, давайте посмотрим сначала целиком проект, проанализируем его и начнем, скажем так, разбирать, что же такого по звуку. Здесь можно сделать, что же сделалось в итоге. Посмотрим без звука. Перед тем, как приступить к работе со звуком, я всех своих ребят, кто меня смотрит, ну и вообще, кто приходит ко мне учиться, я стараюсь акцентировать на том, чтобы ребята умели анализировать то, с чем им предстоит работать. И на самом деле это одна из ключевых черт профессиональных звукорежиссеров, саунд-дизайнеров в частности, которые могут представлять уже конечный результат. Они понимают, какая стилистика, какой вижен, что мы продаем, какой концепт и какой характер звука должен присутствовать в данной рекламе. И что же мы здесь наблюдаем? Мы видим действительно здесь персонажную анимацию грустного персонажа, который работает в определенных условиях. Вначале мы видим перемотку, мы видим достаточно стилизованную анимацию, стилизованные цвета определенные, желтый, синий. Нотка комедии какой-то в виде кота, который у нас присутствует и присутствует в каждом кадре, здесь он там лезет. И смена настроения. То есть, так как мы заранее уже понимаем, что это за продукт, а это онлайн-школа, и наша задача познакомить с брендом. Как это происходит? В коммерции это происходит следующим образом. Ну, во-первых, рассказывается история, знакомят будущих клиентов с преимуществами данной школы и продают эмоцию. Если вы понимаете вообще, как устроен рынок рекламы, то проблем с продакшеном по звуку у вас также не будет. И, опять же, это такая особенность уже осознанных, скажем так, саунд-дизайнеров, звукорежиссоров, которые понимают, насколько нужно погрузить звуком в конкретные задачи, да, связанные с видео. И что действительно можно сделать такого вау, а что действительно должно просто сопровождать данную, скажем так, рекламу продукта, бренда. И в данном случае здесь достаточно медитативная, скажем так, не динамичная картинка. И самое главное, с раскрытием эмоций. Раскрытие эмоций происходит в течение всего ролика, то есть усиление, сам котик веселый уже, да, главный герой, который начинает обучаться, тоже начинает раскрываться. Появляются какие-то интерактивные игры. Ну и дальше уже там хуки сильных сторон и название Triple Ten, как таковой школы. Тем самым, что мы здесь по звуку можем сделать? По звуку, понятное дело, сразу. То есть у нас, так как имеется голос, который рассказывает о бренде, мы должны его обыграть, да, обыграть, сопроводить, скажем так, звуком. Первостепенно что нужно? Конечно же, раскрыть все локации, да, эмбиенс. Раскрыть, подчеркнуть, что самое главное, эмоции главного героя, персонажа, да. А они здесь есть. То есть он здесь взгрустнул, здесь взгрустнул. Как можно здесь, подчеркнуть, просто голосом записать определенную там эмоцию, да. И не забывать, что сам звук, сам звуковой дизайн, оформление также влияет на эти эмоции и восприятие главного героя. То есть здесь у нас проливной дождь, здесь он продолжается, но усиливается напряжение за счет пробок и постоянного вот этого, наверное, движения, однообразия, точнее, да. Опять однообразие в виде кухни. И эмбиенс, конечно, здесь ключевой плюс эмоций, как уже сказал, да. И не забыть про котика, на которого тоже обратить внимание нужно. Следующее, что у нас здесь есть. Да, дальше у нас, в принципе, одна и та же локация, и в конце только меняется. Но давайте послушаем. Послушаем по слоям. Вот у меня есть слой эмбиенса, который я в целом здесь раскрыл. Ничего сложного. Здесь у нас понятно. Просто раскрытие локаций. Первым делом погрузили, погрузили. Молодцы. Следующее, SFX. Субтитры сделал DimaTorzok. И так далее. Если захотите еще разочек проанализировать, послушать отдельно просто саунд дис, я сделаю пост в своем телеграме. Переходите по ссылочке ниже. Подписывайтесь, там много полезного. Ну и тем самым, что мы наблюдаем. Здесь, как я уже сказал, конечно, нам ключевое нужно, помимо погружения, еще проработать. Голос. Голос мы сделали. Вы слышите мои там хуки. Вот эти все вздохи, ахи. Обработка следующая. Декомпрессор, эквалайзер. Чуть вытянул верхнюю середину. И что-то тут еще. А, ну и почистил нойзом. Причем лениво, просто накинув Spectral Denoise. Дальше уже ключевые акценты. Да, то есть у нас есть, что мы здесь видим. Здесь у нас дождь. Давайте вместе теперь послушаем. То есть котик здесь у нас, да, он мяу, стекает. То есть следовательно нужно подобрать эмоции вот это тоже. Дальше опять акцент я делаю на главном герое, который опять вздыхает. Плюс появляется пиу-пиу-пиу. И, что немаловажно, ну как бы это, наверное, ключевое, вот эта стилизация. На звук должен аккуратно работать и сопровождать, да, то есть голос, как я уже сказал. И в Телеграме вы послушаете целиком с голосом и с саундизом и с эмбинсом, то есть со всем, да. Но сейчас на что я хочу сделать акцент, то есть это проработка определенных каких-то вот этих вот движений. Обратите внимание, вся смена кадра, вот этому я как раз учу, опять же, на своем обучении. То есть анализ мышления, как мы, да, подходим к работе. Посмотрите переходы какие все. Обратил ли кто-то на это внимание из вас? Напишите в комментариях, когда мы смотрели ролик, как происходят переходы. Переходы происходят и анимация прорисована методом, скажем так, кубика-рубика, да, то есть вот эти... И этим это я хотел подчеркнуть, проработав это, конечно же, и сделав саунд дизайн. В этом и заключается саунд дизайн. То есть раскрыть ту стилистику, тот характер, то погружение, которое закладывал в данном случае моушн дизайнер, да, который сделал эту графику. И давайте послушаем, каким образом я это сделал. Я это сделал с помощью стилизованного звука бумаги и ударов по столу. То есть плотный низ, да, потому что здесь у нас дома достаточно. Плюс вот эти уже более мягкие переходы, опять же, дом, в кухню, но все равно есть ощущение, что как будто холодильник откуда-то упал. Вот. Это присутствует, это есть, и это нужно, конечно, раскрывать. Все то же самое касается определенных дальше переходов движения. То есть у нас здесь есть люстра, здесь есть лампа, есть какие-то движущиеся там книжки, бумажки. И вот, чтобы не как-то, ну, не раскрывать, то есть каждое движение нам тоже не нужно. Нам нужно общую стилистику подчеркнуть. И я ее сделал характер и стилизацию благодаря вот этой бумаге. Потому что бумага сама по себе, она уже как бы подразумевает определенный, ну, характер, само собой, определенный ассоциативный вижен и мышление, да, то есть восприятие. Школа, бумага, ручки, какая-то бытовуха, повседневность. Я здесь даже не стал делать акцент на лампочке, но вот в следующем кадре, вот где-то здесь, вот здесь я сделал. Потому что вначале нам нужно переход, опять же, сделать и сделать, погрузить акцент с повседневности, вот с этой, да. А, нет, здесь есть, кстати, она где-то спряталась. А, она в другом слое. То есть акцент сделать все равно на главном герое. И это происходит за счет печатания клавиатуры. Тут уже есть такие, ну, формат, скажем так, приоритизации, да. То есть мы понимаем, что нам по звуку важно, да, у нас на первом плане лампочка и главный герой. Остальное, то есть какие-то моменты, мы можем подчеркивать, это уже дело, дело ваше, скажем так. Давайте еще раз послушаем. То есть если мы будем подчеркивать каждую книжку, бумажки там какие-то, да, еще, ручки или что это, а, не ручки, это еда, то будет перегруз. Ручку, карандашик уронил котик, да. И вот сюда он перешел. И дальше у нас уже мид идет, колл с кем-то, да, я так понимаю, с учителем. Опять же котик, котик. То есть он уже, уже у котика даже раскрывается тоже эмоционально, подчеркивается настроение. То есть он урчит, он уже доволен, он в тепле, он кайфует. Хозяин учится. Котик начал мурчать. Вначале он грустный был, вот. Продолжает урчать. То есть это как такой склеивающий фактор, он там начал урчать, здесь продолжает. Ну и дальше как фишка, во-первых, опять же, саунд дизайн. Я не перехожу на какую-то другую, просто взять там клики, какие-то клики, да, в конце. То есть по факту у нас анимация простая, чик-чик, чик-чик, да, просто типографика, да. Какие-то клики, да, но это все настолько уже заелось, приелось. И тут, конечно же, хочется дальше продолжать вот эту тематику перехода. То есть кто-то просто пролистал книгу, посмотрел рекламу, приятно погрузился, скажем так, в то, что ему показывают, рассказывают. И на этом вижене до конца, да, то есть мы тянем звуком, вот, не меняя кардинально что-то, да, в звуке, чтобы это не отталкивало и не притягивало внимание сильно, да, то есть, о, что-то поменялось. То есть должно быть все дальше, скажем так, целостность вот это сохраняться. И, опять же, эмоциональный такой триггерочек, то есть спокойствие, умиротворение, кайф за счет, скажем так, эсмерного звука котика, мурчания. То есть в конце мое решение было сделать именно вот этот легкий мур котика, который будет еще больше, скажем так, подталкивать. Смотрите, здесь у нас круто, информативно и учишься, и спокойствие, и достаточно приятная атмосфера, скажем так. Вот такая история, вот такое мышление, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Если да, то напишите обязательно в комментариях, полезно, то есть узнали вы что-то новое, узнали, прочувствовали вот эту логику мышления, саунд-дизайнерское, да, какие-то решения, которые я заложил, опять же, на старте. То есть это не так, что, ну, иногда, конечно, в процессе приходят решения, но, как вы уже заметили, ничего сложного здесь нет. Вот, ну, опять же, вот эта легкость в продакшене, она приходит только со временем, потому что первый проект, если посмотреть, все максимально жестко, да, у меня там все кряхтит-пердит. Очень много вот этого давления, да, то есть за счет саунд-дизайна я вроде и делаю, подставляю ассоциативно звук, и каждый может это сделать. То есть, ага, котик, мяу, ага, клавиатура, чик-чик-чик. Но финализация, вот эти решения, какой стиль, да, подходит этот саунд к этой рисовке, да, и даже звук обычной клавиатуры, он тоже должен быть под стиль. То есть, либо жесткий, резкий, да, либо мягенький, аккуратненький, со срезом определенных частот. Плюс вот эти какие-то решения, к ним тоже нужно учиться приходить, мышление, саунд-дизайнер нужно развивать. Если все это, короче, полезно вам, интересно, обязательно, во-первых, напишите комментарий, подписывайтесь на мой телеграм, подписывайтесь на мой канал, и, как уже сказал, полный с голосом и с музыкой. Про музыку тоже были версии по музыке разные, и я выложил пост, уже, скорее всего, в телеграме. Какая музыка лучше? Мне будет интересно, если вы проголосуете, послушайте и с той, и с той музыкой вот этот проект, целостно все с голосом, с музыкой, и скажите, насколько действительно помогает саунд-дизайн, и насколько конкретно музыка больше раскрывает настроение. Вот, потому что были вариации, и к этим вариациям тоже нужно прийти. Так, любую музыку не подставишь, тоже в ней есть мышление определенное. Все, надеюсь, был ролик полезен, пока-пока, с вами был Антон Мустер.